Привет, дорогие друзья! С пятницей вас! И сегодня я хотела бы с вами поговорить про состояние рынка на сегодняшний день и прогнозы от специалистов, обновленные прогнозы и немножко фактов в вашу ленту, для того, чтобы вы понимали вообще, чего ожидать от рынка недвижимости. Меня зовут Нара, я риэлтор, работаю в Северной Вирджинии и вот уже 16 лет и делюсь информацией, которую получаю я со всех сторон, перевожу ее на более нормальный язык и рассказываю обо всем вам. Ну, давайте начнем с того, что вообще прогнозируется, какие у нас обновленные данные по поводу чего ожидать, а потом я пройдусь быстренько по состоянию рынка в разных каунте в Северной Вирджинии, чтобы вам показать на самом деле вообще, что происходит на рынке. Вот, ну, давайте смотреть. Когда мы говорим о том, что рынок недвижимости пойдет вниз, взорвется, вообще будет что-то ужасное и можно будет покупать дома за бешено дешевые деньги или за pre-foreclosures, там, short sale, будет такая волна. Я просто, я и раньше это говорила, и хочу сейчас вам повторить, что такой волны не будет. И вот почему. По всем штатам вот эта карта, она вам показывает, где, в каком штате, сколько всего вы можете посмотреть и увидеть на самом деле у людей equity. Еще раз напомню вам, что equity – это та часть суммы из цены дома, которая принадлежит вам после того, как вы расплатитесь за ваш кредит. Если у вас есть ипотека, допустим, у вас дом стоит, ну, скажем, 500 тысяч, и скажем, что ипотека у вас составляет сейчас 250 тысяч. Вот оставшиеся 250 тысяч – это ваш equity, который вы можете получить при продаже этого дома, вы можете рефинансировать, получить наличные, то есть это ваши деньги. И вот смотрите, сколько на самом деле в всей стране денег. Очень много. И при этом состоянии волны foreclosures не будет просто потому, что ее нет такой необходимости. Смотрите, вы, наверное, слышите в новостях, что в forbearance люди не платят свои mortgage payments, потому что лишаются работы, нет зарплаты. Если вы посмотрите на статистику существующих невыплат ипотек, вы увидите, что 59% из этих невыплат – это у людей, у которых их часть в доме equity составляет более 30%. У тех людей, у которых негативные equity или от 0 до 10% equity, их очень мало, их всего 10% из всех существующих невыплат ипотек. Поэтому, что это значит? Смотрите, если человек не может заплатить за свой mortgage, то у него вариант как бы есть продать этот дом, избавиться от этой ипотеки, ну, и там снимать или что они там будут дальше делать. При этом они могут спокойно продать, заплатить все издержки по продаже дома, и не нужно им делать foreclosure, им не нужно делать short sale. То есть, как вы видите, 90% из всех невыплат ипотек на данный момент у людей, у которых как минимум больше 10% equity в их доме. То есть, хотя бы на выплату издержек по продаже дома у них деньги есть. Поэтому нет необходимости в foreclosure. Почему сейчас такая волна покупателей? Почему мы говорим, что домов мало, на самом деле покупателей очень много, сейчас такой вот как бы дисбаланс спроса и потребления, и спроса и предложения? Потому что процентная ставка настолько низкая, что 67% покупателей хотят купить просто потому, что процентная ставка низкая. Многие хотят сэкономить деньги, 32% могут больше сэкономить денег на down payment, и так как они сейчас меньше тратят денег на шоппинг и так далее. То есть, сейчас мы все сидим, мы все сидим и экономим наши деньги. И 28% людей, которые купят в следующем году, они купят потому, что мало места. Там, где они снимают, им мало места, они хотят взять свое собственное жилье, где места есть побольше, то есть растут семьи. А вот этот график вам покажет, эта таблица вам покажет, на самом деле, какие процентные ставки были в прошлых годах. Посмотрите, у нас в 80-х вообще было почти 13%. По сравнению с тем, что было даже в 2010-х, 2000-х годах, помните, когда был такой бум, что прям на один дом приходило чуть ли не 50 предложений, да, в 2004-2005 году я это застала. Тогда даже процентная ставка была около 6%, а сейчас она около 3%. Поэтому очень много людей сейчас готовы покупать, чем быстрее, чем, скажем, снимать в аренду. Ну и смотрите, насколько упал уровень дохода, который необходим для получения ипотеки. То есть если два года назад необходимо было 18,2% дохода, да, вашего дохода, чтобы получить ипотеку, то сейчас это 14,6%. За счет того, чтобы, опять-таки, я все время повторяюсь, процентная ставка очень низкая. Поэтому люди, которые могли раньше себе позволить определенную сумму, могут себе позволить сейчас больше, что у многих моих клиентов очень радует. Люди, которые не могли себе позволить купить сейчас, вернее, раньше, они могут уже себе что-то позволить купить сейчас. И рынок аренды сейчас тоже ненормальный. То есть люди, которые сдают свои дома в аренду, они знают, что они эти дома сдадут, поэтому они просят выше покупки. Тех людей, которые хотят снимать, тоже очень много. И, соответственно, аренда тоже растет. Вот. Ну и еще один график покажу вам. Вот когда вот эта вот волна была, хаузинг, проблема, да, affordability index, то есть это показатель, который человек должен был, насколько он мог себе позволить купить дом, вот он в то время был на пике. Сейчас немножко идет спад, как вы видите. То есть люди могут себе позволить покупать дома уже более комфортно. Вот. Ну это, в принципе, по прогнозам. То, что я вам хотела сказать, это статистика, которую нам предоставляют наши think tanks и так далее. Вот. Они нам как бы рассказывают, что, чего, как. И сейчас я бы тоже хотела с вами немножко пройтись по counties. Расскажу вообще, что происходит в моей практике сейчас. Значит, волна очень сильного рынка продавцов, когда продавцы могут делать все что угодно, покупателей, очень много домов мало, докатилась до Фредериксбурга. У меня есть листинг во Фредериксбурге. Там раньше мы не могли этот дом продать, просто потому что там, наоборот, покупателей было мало, домов было много. Вот. И сейчас, наоборот, домов там меньше стало, все дома распродались, покупатели дошли до Фредериксбурга. То есть вот этот вот сильный-сильный рынок продавцов, он добирается уже дальше и дальше от DC самого. И смотрите, что у нас происходит. Значит, это вот отчет о рынке за последние 30 дней. На 25 июня изменение на 30 дней. Вы посмотрите, что начинает немножко идти рост домов на продажу. То есть люди начинают потихоньку успокаиваться и выставлять свои дома на продажу. Но при этом цена средняя чуть-чуть пошла вниз. Но это в Феррфакс-каунте, по всему каунте. А здесь смотрите, что происходит в Арлингтоне. Чуть-чуть больше домов выходит, ну, скажем так, не чуть-чуть, а гораздо посерьезнее домов выходит на рынок. Но цена практически та же, цена не падает. Это при том, что мы все слышим, что люди теряют работу, вообще происходит кошмар. Рынок недвижимости будет уходить неизвестно куда вниз. Посмотрите, что делается в Александре. Цена немножко уходит наверх. Домов на рынке становится больше. Это вот за последние 30 дней. И посмотрите на количество дней на рынке. Количество дней на рынке уходит вниз. В Удбридж, Принц Уильям, Банасас, Вудбридж, Хеймаркет. Вот весь Принц Уильям Каунти. Смотрите, домов чуть-чуть становится больше на рынке. Цена практически такая же, она не падает сильно. Но ситуация, в принципе, не такая, ну, как бы стабильная, что ли. Не сказать, что прям вот многие теряют работу, и что-то происходит, и что-то происходит плохое. Абсолютно нет. В Лаудон Каунти. В Лаудон Каунти вообще кошмар происходит. Сейчас домов очень мало, покупателей очень много. Я не знаю, что всех тянет в Лаудон Каунти, там или школы такие хорошие, или что там происходит. Но он как магнит тянет людей. Посмотрите, средняя цена, она растет и растет и растет. Причем это стабильно происходит уже много-много месяцев. И я лично это все испытываю со своими покупателями, потому что мы реально подаем на дома. Мы не получаем наши контракты, просто потому что нас кто-то все время перебивает. Либо убирает appraisal contingency, либо просто предлагает гораздо выше цену. Это абсурд какой-то, если честно. И, наконец, Falls Church. Смотрите, интересно, что в Falls Church цены упали серьезно. Не знаю, с чем это связано, но это очень маленькая выборка домов, поэтому так интересно. Я поставлю эту ссылку под видео, чтобы вы могли поближе к себе посмотреть, что у вас там происходит. Оговорюсь, что я в Мэриленде не работаю, поэтому эта ссылка для людей в Мэриленде не работает. Я работаю над своей лицензией в Мэриленде, но еще это, судя по всему, будет очень долгая байда. И еще хотела бы вам сказать, ребят, те, кто хочет со мной поговорить, проконсультироваться, спросить у меня какие-то вопросы, вы не отправляйте там мне месседж или что-то, вы просто звоните. Я с удовольствием, если я в состоянии ответить, я отвечу, и мы поговорим. Если я не могу ответить, я перезвоню. Не стесняйтесь, пожалуйста, в любое время звоните. Когда я не могу разговаривать, я просто убираю звонок, и я не слышу ничего, что вы не переживаете, вы меня не беспокоите. Просто я почему это говорю, потому что очень много случаев, когда люди ко мне обращаются через мессенджер, а так как они в моих друзьях не присутствуют еще, мессенджер мне его так явно не показывает. Я могу пропустить эти месседжи, я их вижу сутки, двое, трое после. Я так обычно не работаю, я сразу отвечаю, поэтому для меня это очень неприятно, что я пропускаю такие месседжи. Вот, ну, в общем-то, все. На этом я закруглюсь сегодня. На следующую пятницу, дайте знать, если у вас что-то интересует конкретное. Ну, я что-нибудь придумаю, что вам еще рассказать в следующую пятницу. Сейчас надеюсь, что у вас будут очень хорошие выходные. Держитесь, будьте здоровы. И до следующей пятницы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok